В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпаль. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Готов ли город к холодам? В администрации прошло заседание комиссии по подготовке к отопительному сезону. Под грифом «совершенно секретно» саровские журналисты приняли участие в интеллектуально-историческом квесте. День эстафет, воспитанник идю шикар, призеры легкоатлетического забега. Далее расскажем обо всем подробно. Готов ли город к холодам? Ответ на этот вопрос искали представители Департамента городского хозяйства, ресурсоснабжающих, организации и управляющих компаний на последнем в этом году заседании по контролю готовности потребителей к осенне-зимнему периоду. Отопительный сезон в городе стартует уже 27 сентября, но тепло в домах горожан будет появляться постепенно. Где батареи станут теплыми в первую очередь, расскажем далее. Пока весь город находится в ожидании, жители Саровской ривьеры уже наслаждаются теплом в своих квартирах. Здесь теплоузел устроен так, что для отопления используют систему горячего водоснабжения. А значит, жильцы могут сами решать, какой будет температура воздуха в их квартире, независимо от сезона. По просьбе определенных собственников, их было достаточное количество, мы уже подали в систему теплоноситель. Общедомовые все магистрали уже запитаны. И, собственно, могут сейчас самостоятельно подать тепло в свои квартиры, если у них есть такая потребность и, соответственно, возможность мы уже предоставили. Тепловые узлы в домах жилого комплекса спроектированы таким образом, что управляющая компания может поддерживать в домах комфортную для жителей температуру на протяжении всего года. К тому же, такая система отопления позволяет собственнику значительно экономить и не переплачивать за услуги ЖКХ. Мы используем передовые технологии в системе отопления, в данном случае горячего водоснабжения. Они позволяют, во-первых, каждому дому быть по сути автономным и каждой квартире быть автономным. Каждому собственнику принимать решение самостоятельно отапливать в данном случае, начинать отопительный сезон 27-го числа, как мы говорим, либо 25-го, либо 30-го числа. Тем самым экономим определенный ресурс. По нормативным документам, отопительный сезон начинается тогда, когда температура за окном в течение пяти дней не превышает 8 градусов. Но запустить тепло могут и раньше. В Сарове отопительный период начнется уже 27-го сентября. На появление тепла в каждом доме может понадобиться до трех суток. Готовность объектов жилищно-коммунального комплекса составляет 98%. Готовность жилищного фонда – 99,3%. Не стопроцентная, потому как у нас некоторые дома на капремонте. И работы завершаются. Капремонт проводился сразу в четырех домах. Силкина 16А, 40, Ленина 8 и Советская 6. Не все работы доделаны, но системы теплопотребления к пуску готовы. А это значит, что аварийных ситуаций, как в прошлом году, не предвидится. К тому же ужесточился и контроль за работой управляющих компаний. А все обращения граждан о проблемах с отоплением отслеживают в дежурной диспетчерской службе ГОИЧС и передаются в Департамент городского хозяйства и прокуратуру Сарова. Журналисты, операторы и фотографы без диктофонов, камер и фотоаппаратов собрались в Музее ядерного оружия. Не для того, чтобы поработать, а для того, чтобы проверить свои знания. Пресс-служба в НЕФ организовала для сотрудников саровских СМИ интеллектуальный исторический квест под грифом «Совершенно секретно». Подробности в нашем следующем репортаже. Две команды, шесть танций, вопросы и задания на знание истории города и атомного проекта. За час саровские журналисты ближе познакомились с экспонатами Музея ядерного оружия. Чтобы пройти все испытания, нужно было не только вспомнить, чему учили в школе, но и проявить свои творческие способности и внимание. Интересно было посмотреть экспонаты поближе, когда здесь нет толпы посетителей, и ты сам в роли человека, для которого проводят мероприятия. Были интересные вопросы. Вообще, спасибо большое ядерному центру и сотрудникам музея за то, что они организовали такое мероприятие для нас. Пресс-служба в НЕФ решила организовать такое мероприятие для журналистов впервые. Но для Музея ядерного оружия подобные интеллектуальные квесты – дело привычное. Студенты, школьники, молодые специалисты и гости города уже давно знакомятся с экспонатами именно в таком интерактивном формате. Это альтернатива экскурсии, потому что нужно развиваться дальше, потому что приходит молодежь, потому что стоять и слушать – это скучно. А вот если еще и самим поучаствовать, а порой мы применяем здесь и мастер-классы по нашей теме, как ни удивительно, все это себя оправдывает. Квест – это соревнование, и одна из команд оказалась быстрее. Но без подарков не остался никто. Каждый из участников получил сувениры с символикой РФАЦ ВНЕФ и именные грамоты в памяти мероприятий. Организаторы подошли очень творчески к этому приключению, очень информативно. Мы все загорелись. Наша команда называлась «Физики», хотя, конечно же, никто из нас к физике профессионального отношения не имеет. Но действительно было очень интересно. Такие мероприятия – это в первую очередь возможность журналистам в неформальной обстановке пообщаться друг с другом и с представителями пресс-служб города. Поэтому РФАЦ ВНЕФ планирует проводить подобные творческие встречи регулярно. С 1 октября общественный транспорт города перейдет на зимнее расписание. Переход коснется только рейсов, которые обслуживает Горавтотранс, сообщает департамент городского хозяйства. Маршрутные такси продолжат пребывать на остановке в привычное время. Уточнить, по какому графику будут ездить нужные вам автобусы, можно на официальном сайте администрации. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Глеб Никитин официально вступил в должность губернатора Нижегородской области. Торжественная церемония инаугурации прошла в гербовом зале Нижегородской ярмарки. Для справки, 26 сентября прошлого года президент Владимир Путин назначил Глеба Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области. С приставкой в Рио он проработал до недавних выборов, на которых получил почти 68% голосов жителей региона. В детской поликлинике рассказали о возвращении к привычному режиму. На этой неделе в больнице возобновил работу врач-физиотерапевт. Напомним, 18 сентября в КБ номер 50 предупредили о временной приостановке приемов к этому специалисту. Медики заверили саровчан, что неудобства будут носить краткосрочный характер. 1 октября в России стартует осенний призыв. Всего в этом году войска планируют отправить больше 100 тысяч молодых людей. Призывы подлежат граждане 2000 года рождения, которым ко дню призыва исполнится 18 лет. А также граждане, родившиеся с 1991 по 1999 годы, не пребывающие в запасе, у которых истекли сроки предоставленных им отсрочек. Осенний призыв продлится до конца года и завершится 31 декабря. В Дворце детского творчества прошел городской слет союза старшеклассников «Статус». Представители молодежных школьных организаций разработали идеи празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Высказали свои предложения по темам занятий «Школе лидер» и обсудили план работы общественного объединения на ближайшие 8 месяцев. Всем, кто не хочет ограничивать свою школьную жизнь только уроками, оценками и полезными знаниями из учебников, прямая дорога в статус. Здесь старшеклассники творят, узнают, создают. Впереди у подростков целый учебный год в рядах молодежного общественного объединения. И каким он будет, решат участники слета городского союза старшеклассников. Все люди, которые связываются вообще с этой организацией, они в первую очередь люди креативные, собственно, позитивные. И хотят вообще как-то развиваться и хотят улучшить свой город. Ученица пятой школы Алина Борисевич, выпускница союза детских организаций «Сияющие звезды», успела побывать председателем пионерской организации и получила звание инструктора. Этот полезный опыт Алина постарается применить в статусе. Новичок союза старшеклассников участвует в мозговом штурме и вместе с другими ребятами разрабатывает новые идеи. У каждого человека и вообще у каждого ребёнка свой взгляд. Он может увидеть ситуацию с немного другой стороны, и он скажет, а я вот предлагаю так. И всем это понравится, они действительно подумают, посмотрят вообще со стороны ребёнка, как это выглядит. И они, наверное, подумают, типа, да, это действительно классно. Работа в статусе строится на нескольких принципах. Самоуправление, самостоятельность, равноправие и сотрудничество, гласность и открытость. Перед тем, как окунуться в общественную жизнь города, старшеклассники проходят подготовку в школе «Лидер». Никогда не поздно быть активным, тем более 11 класс, куда ещё свой актив-то растрачивать. Я приобретаю опыт общения с людьми, причём нестандартное такое общение, вне классное такое, необычное. Мы говорим о тех темах, о которых обычно не говорят. По итогам работы 23-го городского слёта союза старшеклассников были определены темы, которые в этом году обсудят на школе «Лидер», и сформирован ряд идей празднования предстоящего Дня Победы. В сентябрь время подводить итоги дачного сезона. Несмотря на то, что лето в этом году выдалось засушливым, опытным садоводам-огородникам есть чем похвастаться. Бабушки и дедушки ветеранской организации провели осенний праздник урожая. Подробности далее. Каждый старался внести свою лепту в организацию праздника, поделиться урожаем и обменяться опытом выращивания огородных культур и кулинарными рецептами. И перцы, и помидоры, и морковь, и всё остальное, чего только нет. Мы единственное ещё не притащили огроменную тыкву, которую наша соседка по огороду вырастила. Какой же праздник без музыки? Русские народные песни и хиты советских лет для гостей вечера исполнила ансамбль «Улыбка». Главное для пожилых людей – это собраться вместе и обсудить насущные проблемы. А если есть повод для праздника, то это вдвойне приятно. Общественная организация ветерана города Сарова старается чаще радовать своих участников и устраивать для них маленькие торжества. Праздник урожая – это традиционные посиделки за чашкой чая. Для того, чтобы людей приобщить, для того, чтобы они пришли, послушали песни хорошие. Потом кто что может делать, чтобы тоже принесли на столе сколько всякой снеги. Во время чаепития поздравили юбиляров и вручили им памятные подарки. В этом году 85 лет отметил Егор Мульдияров, а 90 лет – Тамара Бодунова. Елена Грескова, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. В Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского прошел традиционный день бега. Праздник объединил сразу четыре эстафеты и два пробега. Легкоатлетический забег на призы правительства региона и газета «Нижегородская правда». Среди призеров оказались и воспитанники спортивной школы «Икар». На праздник бега в Нижний Новгород царовские легкоатлеты приезжают ежегодно. На этот раз спортивная школа «Икар» заявила на соревнования сразу две команды. На пути к призовому месту саровчанам предстояло преодолеть сложную дистанцию. По итогам соревнований команда мальчиков «Дюшикар» заняла второе место в своей группе. Было тяжело. Команда сильная. Мы проиграли курсантам. Соперник был силен, но мы в следующий раз обязательно их выиграем. А вот команде девочек повезло немного меньше. На финиш они прибежали третьими. Спортсменки признаются, что в этом году им достались сильные соперницы, поэтому бежать было сложнее. Хотя отрыв от лидеров соревнований и составил всего несколько секунд. Было обидно, потому что мы рассчитывали на более лучший результат. Мы все молодцы, мы хорошо выступили. Просто, может быть, было какие-нибудь моменты, где нужно было поднажать сильнее. Всего в Дни эстафет приняли участие 200 команд со всего региона. Победителями и призерами стали 66 команд в 11 группах. От школьников до сильнейших коллективов физкультуры Нижегородской области. Главным событием спортивного дня стал 92-й легкоатлетический пробег на призы газеты «Нижегородская правда» и правительство Нижегородской области. Эстафетный бег – это же очень интересно с палочкой передавать команду, командный дух. Больше такого нету нигде у нас. Ну, я считаю, как первенство в области было. Ну, все города Нижегородской области. Уже весной воспитанники спортивной школы «Икар» вновь отправятся в Нижний Новгород на ежегодный легкоатлетический забег на призы правительства Нижегородской области. Мир меха в Ледовом дворце. Их отличает высокое качество меха, безупречный пошив и крой. Любая модель идеально садится по фигуре. Цены разные, но норковая шуба за 43 тысячи рублей и еще небольшая скидка – это реально. Классика в современном исполнении. Интересные детали, яркие цвета и необычная фактура. Меховое пальто здесь есть на любой бюджет и вкус. И, конечно, все изделия промаркированы. Качество наших изделий отменное. На наших фабриках очень серьезный контроль. Вся информация про шубку находится в этом электронном паспорте. Где шубка отшита, кто ее производитель, цвет, размер, модель. Все абсолютно на этом чипе. Также могу показать внутри, как отшита шубка. Все шкурочки открытые. Смотрите, какого качества у нас меха. Я давно ходила по разным выставкам, по разным магазинам мехов. Везде подбирала себе шубы, но нигде не могла себе найти нужную по фасону и по цвету. Только на этой выставке мне смогли подобрать нормальную модель, которая мне подходит. Мне очень тоже понравилась на маме шуба. Я тоже примерила себе несколько вариантов. В этом сезоне в моду вновь вернулись дубленки. Теплые, легкие и практичные. Они незаменимы зимой. На выставке «Мир меха» дубленку для себя найдут и хрупкие юные девушки, и солидные дамы женственных форм. Все модели, сшитые в Пятигорске, изделия выгодно отличают стильный фасон и мех Тоскана. Это горный козлик и мутон. Цена от 36 до 40 тысяч рублей. Выставка «Мир меха» работает с 26 по 30 сентября в Ледовом дворце. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей.